Одного года слишком мало, чтобы кардинально изменить ситуацию, так на вопрос нашего корреспондента ответило большинство прохожих. Мы решили поинтересоваться у рядовых граждан, как, по их мнению, справилась президент с основными проблемами страны за первый год своего правления. Одни настроены оптимистичны, надеются увидеть процветающую республику в ближайшее время, а другие разочарованы, когда кругом все дорого и не по карману. После оглашения предварительных результатов второго тура президентских выборов у офиса ПАС, Майю Санду аплодисментами встречали ее сторонники. Виктория! 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 Егора! Виктория! Я вам дастука, ветер В втором туре президентских выборов Майя Санду набрала больше 57,5% голосов избирателей, опередив своего оппонента Игоря Дадона более чем на 15% и став первой женщиной избранной президентом за всю историю страны. Год спустя мы решили поинтересоваться мнением прохожих, как они оценивают работу президентуры, и какую оценку могут поставить главе государства Майя Санду за деятельность на должности президента. Все подорожало и будет дорожать. Отношения с Россией разрушили, отношения с Европой так и не... И нету их одним словом. И не там, и не здесь. Все получается вниз. Оценивать работу на один год? Майя Санду? На год. На год. Но пока я оцениваю немножко отрицательно, потому что слышу, что вокруг очень много замечаний пожилого населения. Которые не могут свести концы с концами. И надеюсь на то, что, может быть, в перспективе все отрегулируется. Хороший президент она или нет? Хороший президент сложно сказать. Пусть поработает. Мне кажется, у нее мало практики. Когда будет больше практики, тогда будет уже и результат. Если учесть, что за четыре года практически ничего не было сделано и только обворовывали страну, для хороших результатов нужно время. Посмотрим, как изменится. Другие же сочли, что один год слишком короткий промежуток времени для масштабных и заметных изменений. Во-первых, за столь короткое время невозможно дать оценку. Но, как мне кажется, деятельность главы государства очень заметна. А что вам запомнилось больше? Она защищает достоинства страны, чтобы мы не преклонялись перед каждым. Все переговоры ведет очень правильно. Мы надеялись на материальную поддержку, надеялись, что власти будут поддерживать Академию искусств, которая поднимает новые таланты. Но пока никакого ответа на наши запросы не было. Плохо оцениваю, потому что они занимаются отношениями с Европой, не решают острые проблемы граждан. Например, бедность. Не работает наша президент. Почему? Потому что никаких результатов не видно. Я считаю, что можно было сделать больше из обещанного. Но пока все нормально. Второй тур президентских выборов в Молдове состоялся 15 ноября 2020 года.